После посещения Политехнического института и после разговора с Андреем Ивановичем я увидел необычное явление, которое сегодня редко можно встретить на предприятиях. И это прежде всего душа коллектива и душа самого ректора. И сколько сил и энергии, столько он души вложил именно в каждый квадратный метр этого здания. Он гордится всем, что здесь есть, потому что это тяжело давалось, это все очень сложно, это все непросто, это все сделано творчески, с душой. И все это сделано для студентов, для преподавателей. И даже обращает внимание на то, что он заботится о том, как люди питаются. Не только как они работают, но как они питаются. Он заботится о том, как люди отдыхают. Он заботится о том, чтобы максимальное число студентов, которые приходят на обучение в Политех, они оставались до окончания, до получения диплома, чтобы было минимальное отчисление. И он на входе уже проводит ряд мероприятий, ряд тестов, которые определяют, будет ли этот студент иметь будущее, не будет ли этот студент будущее. Все это очень такие, как нанотехнологии, которые вы здесь исследуете в Политехе. И то, что я наблюдаю, когда из наночастиц складываются целые объемные здания, сооружения или какие-то тонкие там вещи, в том числе я смотрел последние разработки, когда можно при помощи ваших технологий заменить тазобедренный сустав. И это уже внедрено, и один человек уже с этим суставом уходит. Конечно, все это удивляет, и самое главное удивляет, что в Политехе очень много есть того, что сегодня реально ощущается, что это превратится в будущее. Что это будет будущее, это будет будущее тех людей, которые сегодня у вас учатся, это будет будущее страны нашей, это будет будущее новых новейших технологий, это будет будущее авиации, военно-промышленного комплекса, это будет будущее медицины нашей современной. И то, что сегодня вы по крупицам собираетесь здесь, завтра там, через 5-10 лет, это будут системные вещи, которые все будут использовать. И даже никакого удивления никого не будет, как у вас появился первый там самый мощный компьютер, или первые модели, которые вы слоем за слоем создаете сегодня. И даже первые те тесты, которые вы сегодня делаете с металлическими порошками, и создаете объемные модели, это все очень важно. Поэтому главное, что я хотел бы сказать, что надо любить свою работу. И я увидел сегодня, что коллектив Политеха и ректор Андрей Иванович, они любят свою работу, они ходят сюда с энтузиазмом, они творят, именно то, что они творят, вы видите сегодня и наблюдаете, как влезет Политех. Простая вещь, 600 тысяч квадратных метров, которые приходится обслуживать и с точки зрения коммуналки, и с точки зрения различных плат за это все. Даже это удивляет. И все равно все выглядит очень достойно, очень прилично. При этом мы понимаем, что всегда не хватает финансирования на содержание зданий, которые находятся как памятники старины и под охраной государства. Поэтому очень важно, что сегодня здесь каждый день люди творят. И каждый день мы видим результаты этого творения. И все сделано очень красиво, лаконично и с душой. Что касается студентов, у нас исторически есть правила, когда банк берет на практику студентов. Мы берем на практику из ФЕНЭКа, из Международного банковского института, который у нас есть в Санкт-Петербурге. Мы берем на практику студентов из Политеха. Это все двери открыты для банка. Мы тестируем, отбираем во время практики специалистов, которые нам подходят. Как правило, процентов 10 из них, которые приходят на практику, остаются работать в банке Санкт-Петербург. Или растут в банке, или получают первый опыт жизненный, который нужен. Но, тем не менее, эта система очень хорошо с точки зрения поддержки будущих сотрудников банка. Очень хорошо системно работает. У нас есть зампред, который отвечает за эту работу. Есть отдел кадров, который отвечает за работу. И мы проводим, даже когда получаем студентов, и они приходят на муру, мы проводим дополнительное обучение. Это бесконечность. Мы бесконечно учим людей, потому что мир современный меняется каждый день. Вы посмотрите, вы видели то iPhone 4, вы увидели 4S, вы увидели 5S, вы увидели 5S. И каждый день вот так меняется то же самое все в банской системе. Поэтому стоять на месте и наблюдать, что кто и когда тебя опередит, конечно, невозможно. Поэтому мы тоже бежим, мы бежим вместе с рынком, мы бежим вместе с мировой экономикой. Ну и, конечно, при этом всегда смотрим на риски. Потому что самое ключевое для любого банка – это риски. Ваши студенты, я скажу, для них двери всегда открыты. Мало того, у нас сейчас очень тесное сотрудничество идет Политеха с Банком Санкт-Петербург. И вы знаете, что и зарплатные, все карты будут Банк Санкт-Петербург. И мы договорились сегодня с Андреем Ивановичем открыть здесь мини-офис банка, для того, чтобы удобно было получать консультации или какие-то документы, чтобы не ездить, возить в филиал, чтобы на месте было сделать. И я попросил Андрея Ивановича и его помощника, для того, чтобы дали какие-то рекомендации от коллектива сотрудников и от студенческого сообщества, что бы они хотели видеть от Банка Санкт-Петербург в целом в виртуальном пространстве, в виде интернет-банка, в виде мобильного банка, в виде каких они хотят видеть кредиты для студентов нужны, какого плана, какие они хотят депозиты иметь, и какие рекомендации есть по изменению структуры банка, для того, чтобы он стал более удобным и более предсказуемым для тех людей, которые обслуживаются в этом банке. Мы об этом договорились, это будем исполнять, дальше я системно это буду тиражировать на весь рынок.